Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду, 17 апреля. Меня зовут, наконец, Александр. И сегодняшняя торговая сессия с вами проведу я. На момент записи видео уже вышли данные по базовой инфляции и потребительской в Великобритании. Инфляция базовая составила 4,2%, предыдущее значение 4,5%. Ожидалось, что инфляция снизится на уровень 4,1%. Потребительская инфляция также прошлое значение 3,4%, текущее 3,2%. В целом, если смотреть на текущие данные, мы можем сказать, что для еврозоны, в том числе для Великобритании, в первую очередь, эти новости, эти данные, как минимум, являются положительными. Но, учитывая, что еврозона, что и Великобритания сейчас имеют очень высокие процентные ставки, у нас с вами есть пулю для дальнейшего размышления и выстраивания прогнозов. Мы с вами чуть позже посмотрим графики и найдем оптимальные точки для входа, рассмотрим дальнейшие цели. В 9.00, время GMT. У нас выходит потребительская инфляция и базовая инфляция в еврозоне. Ожидаем, что инфляция также будет снижаться. Предыдущее значение 2,6%, прогнозируется 2,4%. Базовая инфляция 3,1%, прогнозируется 2,9%. Даже если значения будут плюс-минус близкие к прогнозам, все равно данные для евро и для фунта негативные. Чуть позже мы с вами обсудим, почему. Из других каких-то наиболее важных событий, которые можно сегодня отметить в экономическом календаре, можно отметить, что каждую среду уходит запасы сырой нефти в 14.30 по времени GMT. Нефть у нас сейчас с вами тоже находится в очень интересной зоне. Мы сейчас с вами рассмотрим, как можно ее торговать. Председатель ЕЦБЛ Агарца в 18.00 по времени GMT сегодня даст комментарии по поводу текущей инфляции. Нам с вами будет интересно за этим понаблюдать. Ну что ж, давайте посмотрим сейчас за евро-долларом. Евро-доллар – это недельный график. Мы с вами видим, что цена уже несколько недель находится в таком диапазоне с верхним значением 1,1250, с нижним значением 1,05. Судя по текущей структуре, мы видим, что поддержка по евро-доллару находится как раз-таки на уровне 1,05. И вопрос времени, когда цена к этому значению придет, очевидно, что на больших таймфреймах эту сделку уже открывать не представляется выгодным. Но если рассматривать какие-либо внутридневные позиции, сделки, рассчитанные на работу внутри дня, с небольшим стоп-лоссом, с потенциальным тейк-профитом на уровне 1,05, то сделка покажется достаточно интересной. Если анализировать ситуацию вот именно сейчас, мы видим, что после некоторого движения цена находится в такой консолидации. Именно такие моменты, когда рынок останавливается и появляются хорошие точки для входа с потенциальным маленьким стоп-лоссом и тейк-профитом с уровнем 1,05. Цели, которые мы с вами обсуждали вчера, остаются на том же уровне. Мы также ждем, что евро-доллар будет снижаться к отметке 1,05. Британская валюта по отношению к американскому доллару находится в такой же сейчас фазе. Цена после длительного снижения начала консолидацию с небольшими коррекциями. Здесь можно находить позиции на дальнейшее движение вниз. С текущего значения 1,2437 мы ждем, что цена будет пробивать значение 1,24, ну и соответственно с последующим движением вниз. Примерно около этой зоны можно находить точку для продаж с небольшим стоп-лоссом, потенциальным тейк-профитом на уровне 1,23. Из других инструментов мы вчера с вами обсуждали валютную пару доллара, канадский доллар с целями 1,3850. Мы видим, что на торговой сессии цена почти достигла нашего уровня 1,3844 было максимальное значение. Наши цели остаются прежними. Пока, если мы смотрим с вами на валютную пару доллар, канадский доллар, никаких признаков разворота нет. Цена стремится протестировать свой предыдущий максимум, который находится на отметке 1,3890, 1,39. И близко к этому значению цена может подобраться в самые короткие сроки. Доллар и японская иена. Доллар и японская иена продолжают находиться в восходящем тренде. Текущее значение уже находится на отметке 1,5450. Мы с вами наблюдаем за индексом доллара. Индекс доллара сейчас котируется выше отметки 1,06. 106 долларов. Давайте посмотрим за графиком. 106,14. Но какого-либо особого движения пока не было. Но видно, что индекс доллара также не собирается останавливаться на текущих значениях. Здесь ситуация еще более интересная. Если смотреть большие таймфреймы, мы видим, что цена подошла, по крайней мере, подходит к своему предыдущему локальному максимуму 107. При пробитии отметки 107, как мы с вами видим, у нас с вами открывается неограниченный дальнейший потенциал для роста к следующему уровню. Возможно, здесь наиболее оптимальной точкой для входа будет достижение уровня 107, небольшая коррекция, поиск точки для входа на пробой уровня с дальнейшими целями 109, 110 и дальнейшими коррекциями. Мы можем это все пролонгировать с вами на ситуацию с евро-долларом. Здесь открываются плюс-минус такие же горизонты при пробитии отметки, при достижении отметки 1,05 цена может скорректироваться и с дальнейшими целями к уровню 103 и ниже. По золоту у нас с вами пока нет каких-либо позиций. Почему? Потому что золото находится в восходящем тренде. Как мы с вами видим, никаких пока признаков ослабления текущего тренда нет. Если мы посмотрим на то, что происходит сейчас с золотом внутри дня, то опять-таки здесь каких-либо точек для входа. Мы с вами можем, можно поискать как раз какие точки для входа, исходя из вот такого канала. От нижней границы можно находить точки на покупку, от верхней границы точки на продажу. Но глобально по золоту пока лучше воздержаться от позиции. По той причине, что ликвидация позиции покупателей может начаться в любое время. И мы можем с вами просто не успеть поймать вот это вот движение, которое может случиться в любой момент времени. Рассмотрим с вами также биткоин. Биткоин на текущий момент времени продолжает консолидироваться. Цена доходила до нижней отметки в районе 61 тысячи. При пробитии 61 тысячи у нас с вами были ожидания, что цена может пойти к предыдущему своему накоплению, которое находится в районе 52. В идеале в районе 55. Но пока мы видим с вами, что случился отбой. Это говорит о том, что цена возможно попробует протестировать отметку 72 тысячи с последующим пробоем. Напоминаю, что 20 апреля в субботу на текущей неделе состоится халвинг по биткоину. Халвинг это достаточно важное событие. Почему? Потому что сложность майнинга биткоина вырастет в два раза. Количество биткоинов у нас с вами ограничено. Ограниченное предложение создает, соответственно, спрос. И так или иначе на этом фоне мы ожидаем, что на биткоин преодолеет отметку 70 тысяч с последующими целями, которые находятся уже в районе 100 тысяч. Из того, что мы с вами еще не разобрали. Да, давайте с вами посмотрим за котировками нефти марки Brent. Brent, так же как и биткоин, сейчас находится в консолидации. Здесь очевидно, что цена не собирается пока снижаться. Есть многие трейдеры сейчас рассуждают, что текущее значение, текущий максимум, который мы с вами видели, который находится в районе 92, это уже и есть максимум. Но мы здесь видим с вами очень четкую поддержку, которая находится в районе 88 долларов. Цена несколько раз к ней опускалась и всегда очень сильно от нее отбивалась. Стратегия для трейдеров, которые работают на 3 дня, здесь может быть достаточно простой. Это либо торговать на пробой максимума. Почему на пробой? Потому что здесь у трейдеров будет возможность выставить небольшой стоп-лосс потенциально высоким тейк-профитом. Либо торговать от нижней границы. Здесь стоп-лосс будет чуть больше, потому что его необходимо будет ставить уже ниже отметки 88,7 в районе 80-80,5 с целями 93 и выше. По нефтемарке Brent, с учетом текущей конъюнктуры, есть ожидание того, что вероятнее всего цена будет и дальше находиться в восходящем тренде. Как раз с целями 95. Почему цели 95? Потому что это предыдущий локальный максимум, до которого цена стремится в текущем восходящем тренде. Мы с вами можем еще обсудить индекс S&P 500, который на текущий момент времени находится на своей, наверное, одной из самых сильных коррекций с октября месяца 2023 года. Именно в этот период времени цена сильно корректировалась. Говорить о том, что сейчас по S&P 500 сломался восходящий тренд, это далеко преждевременно, потому что такие коррекции S&P 500 проводят периодически. Такое иногда случается. И это логичное здоровое движение рынка для того, чтобы цена могла дальше расти и протестировать уже новые максимумы. На текущий момент времени это были все наиболее актуальные события, которые мы с вами можем обсудить и спрогнозировать. Также перед тем, как принимать какие-либо торговые решения для того, чтобы принимать их более качественно, рекомендую вам пользоваться индикатором настроения, который находится на главной странице нашего сайта в разделе «Клиентам. Индикатор настроения», который как раз таки показывает количество покупателей-продавцов по тому или иному инструменту. Если мы с вами видим сильный перекос, к примеру, как сейчас наиболее выражено это представлено на валютной паре доллара-канадский доллар, мы видим, что на текущий момент времени 75% участников рынка находятся в покупках. Вероятнее всего по валютной паре доллар-канадский доллар мы сейчас с вами не увидим восходящего тренда. Вероятнее всего продавцы сейчас зарабатывают. Перед тем, как принимать решения о входе в рынок, рекомендую пользоваться данным инструментом. Это были все наиболее актуальные события на сегодняшний день. Уважаемые трейдеры, вам желаю успешной торговли и всего наилучшего. До свидания.